Привет, друзья! Ну что же, очередная встреча на канале Машина Рекордс. Очередные рассказы о разных интересных пластинках, которые подготовлены и перевыпущены нашим издательством. И сегодня у нас будет очень-очень большая и толстая пачка пластинок. Вот такая. Ну что, вы заинтригованы? Поехали! Вы все прекрасно знаете, что наше издательство очень любит танцевальную музыку. Помимо всех остальных стилей мы уделяем ей достаточно много внимания. И так случается, что помимо самих переизданий я лично увлекаюсь в принципе историей танцевальной музыки и расскажу вам сегодня одну прекрасную историю об одном прекрасном дуэте. В танцевальной музыке очень часто важны не те люди, которые интерпретируют выступления коллектива на танцевальных площадках или видеоклипах. Главными в танцевальной индустрии являются танцевальные продюсеры. Нет-нет, не то, о чем мы подумали, это не те люди, которые платят деньги и тискают красивых секретаж. Танцевальные продюсеры это те люди, которые делают танцевальную музыку. То есть непосредственно те, кто пишут эти песни, делают аранжировки и записывают все это в студии. Обычно эти люди работают на потоке, выпуская по несколько композиций в месяц для разных-разных проектов. И всегда очень интересно проследить эту самую историю. Сегодня на канале Машины Рекордс мы поговорим об одном из таких продюсерских дуэтов. И это будет Феликс Джей Гаудер и Дэвид Брандес. Поехали! Эти прекрасные люди создали огромное количество танцевальной музыки. Вот только то, что было сделано их дуэтом и было выпущено на лейбле Машины Рекордс. Это альбомы группы Эротик, альбомы группы The Free, альбом группы Das Modul и самое-то интересное даже альбомы группы Bad Boys Blue. Да-да-да, все эти записи были сделаны, спродюсированы, а сами треки написаны Дэвидом Брандесом и Феликсом Джей Гаудером. Эти прекрасные продюсеры из Германии сделали очень много для танцевальной музыки и сегодня мы расскажем об этом подробно, параллельно показывая те пластинки, которые были выпущены на Машине Рекордс. А главное, мы анонсируем еще и те пластинки, которые еще не выпущены, но в скором времени увидят свет на Машины Рекордс. Итак, по порядку. Начнем с Дэвида Брандеса. Дэвид Брандес автор песен, музыки, слов, музыкальный продюсер, который начал свою музыкальную карьеру еще в возрасте 13 лет. А свою первую группу Дэвид Брандес собрал именно в 13, а его какие-то музыкальные первые успехи были связаны с не менее известным Тони Хенриком и звукозаписывающей компанией Коконат Рекордс. Большинство из вас знают, как Коконат Рекордс по творчеству групп Бэтбойс Блю и такого певца, как Ходоэй, которые, кстати, тоже выходили на пластинках на нашем лейбле. Итак, мы на 1989 году Дэвид Брандес под предводительством руководством Тони Хенрика принял участие в таком волновом синтепоп-поп-проекте, который на 1989 году даже принимал участие в Евровидении, если я, конечно, не ошибаюсь. Если ошибаюсь, традиционно титр меня поправит. В этот проект помимо самого Дэвида Брандеса и других музыкантов входила и вокалистка, которую звали Леон Ли и к которой мы вернемся совсем-совсем скоро. Дэвид Брандес не видел какой-то своей карьеры именно в виде сольного исполнителя. Он пытался выпустить какие-то свои синглы в период 1991-1992 года, но ему все больше и больше нравилось просто писать песни и работать в студии. И одним из таких результатов стал трек, записанный в 1994 году и который назывался Max Don't Have Sex. Вокалисткой на этом проекте была та самая Леон Ли. Недолго думая, на свет появился прекрасный проект, который все знают, который называется «Эротик». Вокалисткой была Леон Ли. Рэп читали энное количество музыкантов, перечислять которых мы сейчас не будем, потому что они все, в принципе, задерживались недолго. Но если вы захотите увидеть их фамилии, что же вы прекрасно сможете сделать это, прочитав информацию в Википедии. Третьим же участником проекта «Эротик», аранжировщиком и тем человеком, который все это записывал, был клубный диджей-промоутер, автор большого количества треков и ремиксов Феликс Джей Гаудер, на студии которого, собственно говоря, и происходили все звукозаписывающие процессы. Феликс Джей Гаудер также начал свою карьеру в конце 80-х, начале 90-х в качестве диджакея, потом ремиксера, потом автора энного количества произведений. И, естественно, вот отсюда и первый спойлер. Одним из первых проектов Феликса Джей Гаудера, который получил мировое признание на всех танцполах, стал трансовый проект God's Groove. Единственный альбом, который в ближайшее время также будет выпущен у нас на Машины Records на виниловой пластинке. Что же, а мы вернемся к проекту «Эротик». Популярность первого же сингла проекта «Эротик» была просто феноменальной. Помимо Германии, где эта песня дошла, если не ошибаюсь, до шестого места, в Израиле и в Японии она добиралась до второго, до первого, и все полюбили не только саму музыку с весьма незамысловатыми текстами, но и сам образ, который был создан вокруг коллектива, то есть эти три рисованных мультяшных персонажа, все эти намеки на эротическую тему и так далее и тому подобное. И вслед, соответственно, за первым треком последовали еще два сингла и вышел прекрасный первый альбом, такой вот, который называется «Sex Affair», и включал у себя синглы, конечно, «Max Denhoff Sex», «Fred Come to Bed», «Sex on the phone», и альбом пользовался большим-большим успехом в Европе. На этом, что называется, коллектив продюсеров не останавливался, и приступил тут же к записи и продюсированию второго альбома. Вот на 1995 году Феликс Джей Гаудер, следуя современной танцевальной моде, решил и окунуться в производство музыки в стиле хэппи-хардкор. Надо напомнить, что хэппи-хардкор в 1995 году был, наверное, самым прогрессивным музыкальным веянием. Достаточно вспомнить такие прославленные коллективы, как «Скутер», как «Три шестерки», как упомянутый мною «Das Model», принял в котором участие непосредственно Феликс Джей Гаудер. Это был его такой вот мега-мега-проект. Первый альбом «Das Model» 1995 года «Music Me Hearts» уже был год назад нами выпущен на «Machine Records». Второй альбом, записанный в 1996 году, опять спойлер, совсем скоро тоже появится у нас. Какого было достоинства «Das Model» и что было интересно? Во-первых, все выпущенные им синглы сразу же попадали в хит-парад. И «Kleine Mouse», и «Ainz, Ainz, Noin, Noin, Ainz, Noin, Ainz» и все другие тоже веселые мультяшные клипы, интересный хэппи-хардкоровый быстрый вокал и, конечно же, интересный кавер на одну из волновых групп Германии 1986 года. Вот давайте сравним, как трек звучал в оригинале и как он звучал в исполнении группы «Das Model». Проект «Das Model», несмотря на то, что песни исполнились на немецком языке, получил популярность в общем-то по всему миру, по всей Европе, на всех танцполах и играли треки, написанные Феликсом Гаудером. И вот здесь открывается дверь в одну маленькую легенду. Легенду ли, слухи ли, каких-то вот подтверждений фактических на бумаге или официальных заявлений музыкантов по этому поводу не существует. Но существует ряд наблюдений, которыми я готов с вами поделиться. И в этих наблюдениях со мной сходятся и другие слушатели и поклонники творчества Феликса Гаудера. Итак, в 1995 году в Германии появляется новая звезда. Звезду эту зовут Блюмхен, которая исполняет хэппи-хардкоровые композиции. И в нашей стране, и в ряд других стран, все ее называли девочкой-скутером, потому что она очень была по мелодике и по всему похожа на творчество группы Скутер. Продюсером проекта Блюмхен значился некий господин под ником Паралайзер. Очень интересно, когда мы пытаемся исследовать Паралайзера как Паралайзера, фотографии его не находятся. Какие-то сольные треки, либо спродюсированные для других исполнителей, тоже не находятся кроме одного, опубликованного на одном из сборников под названием Dream Dance. Трек этот решен в некой такой трансовой манере, он совершенно скучный и неинтересный. В чем мы делаем вывод? То есть человек делает просто ударные четыре альбома для Блюмхен, которые рвут хит-парады не только в Европе, но и в Японии, где альбомы Блюмхен выходят перепетые на английском языке. А в Азии выходят третьи варианты тех же самых альбомов немного с другими, более легкими аранжировками. А никаких других композиций этот продюсер не выпускает. При этом, если мы внимательно послушаем прекрасный альбом Das Modul Music Midhertz и внимательно послушаем первый альбом Блюмхен, мы на удивление услышим, что все тембры совпадают, все музыкальные заходы и приемы совпадают. Все прям сделано по одним и тем же лекалам. А самое-то интересное, что в первом альбоме Блюмхен есть кавер на одну западно-германскую группу 1986 года, которая называется «Пасадобль». Исходя из всего этого, с вероятностью процентов в 90, большинство делает выводы, что продюсером, автором аранжировок и всего прочего по некому сложному коммерческому контракту в проекте Блюмхен был Феликс Джей Гаудер. Так это или нет, остается на обсуждении публики. Послушайте сами, пишите в комментариях, есть ли в этом что-то общее или нет. А мы возвращаемся к группе «Эротик», в которой совместно трудились Дэвид Брандес и Феликс Джей Гаудер. И они прекрасно подошли к выпуску второго альбома группы, который называется «The Power of Sex». И началась популярность этого альбома с сингла «Will you use a billy boy». Что интересно, с выходом этого сингла популярность «Эротика» очень сильно поднялась в Японии. И в Японии даже вышел предыдущий первый альбом «Sex of Air» «Эротика», на который в качестве бонуса был добавлен сингл «Will you use a billy boy», видимо для того, чтобы он как-то лучше и усиленнее продавался. Группа продолжила историю с рисованными клипами со всем прочим, что помогло и заодно и скрыть уход вокалистки Лиан Ли в свободное плавание. И она организовала свою группу, которая называлась и называется до сих пор «Sex appeal». Но с ней был заключен достаточно жесткий контракт, по которому вплоть до 2000-го года она должна была на студии «Интеркорт» записывать все вокалы для новых синглов проекта «Эротик». И, соответственно, до 2000-го года голос Лиан Ли есть на всех записях, вне зависимости от того, кто был интерпретатором, скажем так, творчество «Эротик» на широких экранах. А мы движемся дальше и смотрим, что делал Дэвид Брандос и Феликс Джей Гаудер. И, соответственно, мы подошли к тому, что вместе со своим приятелем по группе «Das Model» Олафом Роберто Босси, тоже известным танцевальным продюсером, Феликс Гаудер решил попробовать себя и в области евродэнса, и результатом чего стал выпущенный у нас же на Machine Records, а тогда выпущенный на лейбле «Интеркорт» альбом группы «The Free». Это танцевальный евродэнс-проект, который достиг тоже больших мест в чартах, добирался до третьего, до четвертого. Одним из главных треков в «The Free» является «Lover of the Line», который мы сейчас с вами послушаем. Брандос с Гаудером выпускали еще отдельные всякие синглы проектов, которые были сделаны в результате по одному, по два трека. По той простой причине, что материалы они делали много, а выпускающие лейбл «Интеркорт» и «Motor Records» говорили, что нельзя так много материала сразу под одним именем, вы мешаете продавать то, что мы и так уже хорошо продаем. Поэтому придумывались разные новые имена, новые инкарнации. Тем не менее, в 1996 году Феликс Гаудер выпускает второй альбом группы «Das Model». И на этом альбоме также выходит несколько прекраснейших синглов, один из которых я очень люблю. Это трек «Робби Работер», на которой тоже был снят очень прикольный мультипликационный клип. «Робби Работер» «Робби Работер» По мнению Феликса Гаудера, в принципе, «Gots Groove» — это его личное детище. Хотя альбом точно так же создавался вместе с Олафом Роберто Босси. Но это вот та музыка, как он сказал, которую он больше всего любил. Потому что это, скажем так, проект для души. И самый хитовый из треков «Gots Groove» тоже фрагмент мы с вами сейчас послушаем. «Робби Работер» Тем временем работа дуэта не то чтобы продолжалась, а стала шириться. В 1997 году стоялось неожиданное возвращение группы «Modern Talking» с рэп-версиями своих старых хитов. И вся эта история захлестнула просто всех и вся. Да, состоялось и не менее триумфальное возвращение группы «Bad Boys Blue». И свет увидел вот такой альбом, который называется «Back», который мы тоже выпускали на виниле. Сейчас, к сожалению, тираж альбома закончился и является уже достаточно большой редкостью. И главное то, что на этом альбоме, помимо рэп-версии старых треков, аранжировки для которых были сделаны на «Коконате» Тони Хенриком, при участии, насколько я знаю, Феликса Гаудера, для этого альбома было записано пять новых песен, авторство которых, продакшн и продюсирование. Это Дэвид Брандес и Феликс Джей Гаудер. Одну из этих песен мы тоже сейчас послушаем. Так получилось, что группе «Эротик» никакие песни в этот момент перепевать не приходилось, потому что группа была совершенно новой. Но, приняв участие в таком интересном проекте, как «Queen Dance Tracks 1» и исполнив там кавер на один из треков группы «Queen», Брандес и Гаудер заинтересовались тем, что можно было бы сделать какую-нибудь интересную работу, и пришли к выводу, что можно сделать целый кавер-альбом на песни группы «Абба». Таким образом, у нас с вами появилась вот такая пластинка под названием «Thank you for the music» альбом группы «Эротик», который целиком составлен из каверов танцевальных на треке группы «Амба». Что интересно, из, скажем так, характерного звучания «Эротика» исчезла на этом альбоме рэповая составляющая. Рэповых ставок здесь нет. Лиан Ли прекрасно и очень близко по вокалу и по эмоциям перепевает песни «Амбы», и по мнению самих участников «Амбы», и Дэвида Брандеса, и так далее, проект прям удался. Я сам считаю, что из танцевальных перепевок «Амбы» и каверов, которых было очень-очень много, я считаю, что альбом «Эротика» «Thank you for the music» для меня стоит на втором месте. Круче него, наверное, только четырехтрековая епишка сделана группой «Эрейжа», потому что это, наверное, самые крутые перепевки «Амбы» какие могут быть. А как исполняет, соответственно, песни «Амбы» группа «Эротик», фрагмент тоже сейчас. Время шло. Дуэт Брандеса и Гаудера просто превратился в фабрику хитов, творил чудеса. Чудеса творились в том числе и на заказ, и в том числе на заказ японских продюсеров. Таким образом появилось небольшое ответвление от группы «Эротик», которая получила первоначальное название «Апаначи». Под этим названием вышло три сингла, если я не ошибаюсь. А потом параллельно еще появился проект, который назывался «Миссинг Харт», сделанный в первую очередь специально для японского рынка. Это был все тот же «Эротик», только с меньшим количеством рэп-вставок, интересными трансовыми по саунду манипуляциями, потому что транс становился более популярным стилем, и традиционно с вокалом «Ли Ан Ли». Таким образом только в Японии и специально для японского рынка альбом группы «Миссинг Харт» был выпущен на компакт-диске. А совсем недавно, год назад, альбом «Миссинг Харта» мы переиздали на виниловой пластинке, и чтобы вспомнить, что это такое, традиционно слушаем фрагмент. Надо отметить, что помимо виниловой пластинки «Миссинг Харт» был выпущен нами и на компакт-диске. Компакт-диск двойной, и он включает в себя не только треки, вошедшие в альбом, но и треки, которые отдельно выпускались с синглами как под наименованием «Миссинг Харт», так и под наименованием «Апаначи». А также включают и некоторые редкие ремиксы, которые на синглы коллектива не попадали, а публиковались только на сборниках. Что же, а мы едем дальше. Дуэт Брандеса и Гаудера делал много-много разной музыки для разных артистов и даже записывал альбомы для Криса Нормана, один из которых состоял тоже из каверов на ранние хиты Нормана и даже на треки из творчества группы «Смоки» и назывался «Full Circle». Брандес с Гаудером продолжали помогать и группе «Bad Boys Blue», и вышел сначала альбом «Continue», на котором было три или четыре новых песни, а вслед за ним и альбом «Fall of the Light», целиком состоящий из новых композиций популярного. Трио целиком спродюсированной Дэвидом Брандесом и Феликсом Джей Гаудером. К сожалению, после этого альбома сотрудничество с «Bad Boys Blue» было на некоторое время прервано. Дэвид Брандес организовал свой собственный лейбл, который назывался «Bros Records», и на нем также помимо сотрудничества с «Bad Boys Blue» были и записаны и сделаны новые композиции и новый альбом для прекрасного, горячо всеми любимого западногерманского певца «Fancy». То есть сначала была сделана рэповая версия «Flames of Love», а затем был и выпущен целиком новый альбом, который назывался «D.I.S.E.O». И этот альбом также в ближайшее время выйдет на виниловой пластинке на лейбле «Machina Records». В 2000-х годах после определенного перерыва и решения ряда проблем возобновилось сотрудничество дуэта «Brandes Gauder» и с группой «Bad Boys Blue», которая к тому моменту уже стала дуэтом, и на студии «Bros Music» был записан прекрасный альбом. Целиком авторство нашего дуэта и этот альбом тоже в ближайшее время будет выпущен «Machina Records» на пластинке. Все, что вы сегодня услышали, это маленькая часть того, что было сделано дуэтом Дэвида Брандеса и Феликса Джея Гаудера. Обратитесь к разным танцевальным эксциклопедиям, вы найдете огромное количество синглов, которые они делали, к чему только не притрагивалась их творческая рука. Есть даже кавер-версии, к примеру, Феликса Гаудера на известнейший хит Video Kids «Woodpacker from Space». Даже для этого был выпущен отдельный сингл. В общем и целом коллектив делал очень-очень много интересной музыки. Открывались и закрывались новые проекты. Некоторые проекты трансформировались в одни, в другие, в третьи. Наверное, самым неизменным, что осталось между Дэвидом Брандесом и Феликсом Джей Гаудером, это группа «Эротик», которая с тем или иным успехом продолжала выпускать альбомы и синглы. И даже в 2021-2022 году были выпущены новые синглы проекта «Эротик», а также в 2021 году был и выпущенный нашей компанией новый альбом «Bad Boys Blue», точно также спродюсированный Дэвидом Брандесом. Что же, будем надеяться, что и обещанный Дэвидом новый альбом «Эротика» будет все-таки дописан. И когда он будет дописан, мы постараемся, чтобы он вышел на виниловой пластинке на лейбле «Машина Рекордс». Мы очень любим творчество этого продюсерского дуэта. А вам, наверное, было интересно узнать, что такие разные и, казалось бы, не пересекающиеся между собой коллективы, по идее были сделаны руками двух творцов, которые, в общем-то, сделали очень много для танцевальной музыки и для популярной музыки в 90-е и 2000-е годы. Пожелаем им здоровья и творческого долголетия. А вам, если было с нами интересно, мы просим нажимать на кнопочки, колокольчики, подписки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам стали интересны все пластинки, о которых мы сегодня рассказывали, приобрести их можно традиционно на нашем сайте. Ссылочка под этим видео в описании. С вами был Макс Кондрашов. Вы были на канале «Машина Рекордс». До новых встреч. Пока!